Заседание началось с дискуссии. Представители Яблока и Справедливой России предложили коллегам внести поправки в Конституцию и сделать карельское правительство партейным или коалиционным. По замыслу депутатов, руководить органами исполнительной власти должны кандидаты, выдвинутые парламентскими фракциями. В таком случае партии разделят с главой республики ответственность за действия правительства. Однако авторам поправки предложили сперва разделить с властями ответственность за свои прежние законодательные инициативы. Речь идет об отмене приемов школы по территориальному принципу. Идея красивая – предоставить максимально широкий выбор, а на самом деле бардак. Любую идею демократии можно довести до абсурда, и это яркий пример тому. По мнению противников коалиционного правительства, если министры и руководители госкомитетов будут отстаивать политические интересы своих партий, работа исполнительной власти будет парализована. А глава республики Александр Худилайнин признался, что по сути карельское правительство уже давно является коалиционным. Я ни разу не спросил ни у кого из претендентов на ту или иную должность, какой у него партбилет. И сегодня в правительстве я подозреваю, что десяток представителей различных партий работают и никогда не спрашивали. В итоге законопроект был отклонен, однако жаркая дискуссия разгорелась вновь. Яблоком раздора стала гостиница на улице Свердлова, 100% акций которой принадлежат республиканским властям. Незадолго до начала сессии руководитель комитета по экономической политике и налогам Лариса Жданова предложила внести поправку в план приватизации и пустить с молотка акции предприятия за сравнительно скромную сумму – около 17 миллионов рублей. Депутаты выступили против и заподозрили, что здание в центре города стоит как минимум в три раза дороже, а выгоду от этой сделки получит отнюдь не республика. И тут же вспомнили нашумевшее дело Петропита. Схема точно такая же. Годы через три, конечно, этих людей, которые сейчас это все проворачивают, вероятно, тоже возбудят уголовное дело. Так давайте остановим этот процесс сейчас. Мы все это видим. Все налицо. Парламентарии решили не спешить с приватизацией объекта и поддержали предложение перенести вопрос на следующее заседание.